Доброе утро, друзья! Сегодня у нас плюс-минус пятый день нашего отдыха в Таиланде и мы сегодня направляемся в зоопарк под названием Као Кео. Это не первый наш визит зоопарк, поэтому нам вдвойне будет интересно. Надеюсь и вам. Приятного вам просмотра, ну а мы идем на завтрак в нашем отеле. В общем, в этой билетной станции мы купили билеты. Взрослый стоил 600 бат за нас троих, да, детские 100. В общем, как с информацией на сайте все совпало. Стоимость такси обошлась нам в 531 тайский бат плюс 20 рублей за поездку по платной дороге. 551 бат. И это вышло дешевле, дешевле, чем взять экскурсию, потому что для сравнения экскурсия была 600 рублей, да, с человека, со взрослого, 450 с ребенком. Первая наша локация и, наверное, будем из разных локаций просто переключаться. Мы сейчас находимся своего рода в ресепшене, да, где можно и перекусить и воспользоваться туалетными комнатами. Здесь же есть информационная схема. Что я говорю? Есть карта. Карта зоопарка. Территория очень большая. Время сейчас в районе 10-11 часов утра и мы, скорее всего, до трех часов здесь пробудем. Вон там есть гольф-кары. Стоимость на гольф-кары мы уже знаем, на сайте посмотрели, но два часа на этом гольф-каре стоит 500 бат. Есть гольф-кары побольше, там 700 стоит. И этих двух часов на гольф-каре не хватает, то есть нужно брать две, ну как, два часа, два раза по два часа. 7-11, что не может не радовать. Так что нормальные цены на продукты в комплекте. Для поднятия сахара мы взяли один кофе и две сладких мармеладных жижи, потому что ну ходить 4-5 часов... Это сладкое. Ну да. Здесь хороший севен с обычными ценами, прям ровно с такими же, какие и в городе, но нет пива. Но мы не расстраиваемся. Собираем волю в кулак и направляемся уже куда-то. Первая приятная находка это птицы, похожие на аистов или цапел. В общем, на цаплей. И какой-то пруд, ограждающий от чего-то. Чуйка не обманула, это остров с обезьянами. И вода как раз и ограждает от обезьянок нас, туристов. Как и обещал, подобрались поближе к обезьянам и можно их понаблюдать. В их естественной прекрасной среде, можно сказать. А эта подружка прям позирует. Наш новый пункт пингвинная. Пингвин трэм стейшн. В общем, понятно, что связано здесь все с пингвинами. Шоу пингвинов в 10-2 часа и в половину четвертого дня. Естественно, местного, не нашего челябинского. Это комната пингвинов. Давайте посмотрим. Они забавные. Славный добряк пингвин. И здесь же, рядом с пингвинами, Zoology Discovery Center. Черепахи. Здесь несколько аквариумов со змеями, с яичками черепашек. Это не особо видно, потому что змеи как-то запрятались. Поэтому просто поверьте мне на слово. Но это интересно. Змея в чешуе с лапами. Как будто крокодил, но змея. Еще один интересный парень лежит, если надеюсь его видно в кадре, розового цвета со здоровыми щеками. Ребят, вот важная информация. Это QR-код. Попробуйте его сфоткать. Постараюсь его ровно заснять, потому что вот эта карта, она более как будто актуальна и лучше, удобнее читается. Что? А по QR-коду плохая карта. Плохая? Да, не такая. Ну, в общем, идем дальше. Дамы и господа, черепашки. И черепашьи какашки. И через дорогу тоже черепахи здоровенные, просто большие. Слышите какие звуки? А здесь у нас маленькие черепашки. А здесь плавучие черепахи. Кусаются? Да, эти кусаются. Именно руки нельзя совать точно. У нас зоопарки такие. По-моему, я бы и той не сунул палец в рот. А здесь малазианская черепаха. И черепаха. Аквариями разводят носу черепах. И там, смотри, куча пасты не валяется. Мироха сказал, это капибара. Животные с лицом бобра и телом медведя, что ли? Их здесь тоже несколько. И там тоже. Капибара. Сейчас мы пойдем к бегемотам. Да, гиппопотамусы. Если верить английским написаниям. Для нас, туристов, компания школьников тоже вызывает интерес. В этом вольере, не сложно догадаться, ленивец. Почти еле неподвижное тело. Лежит, конечно, на диване в своем маленьком домике. Мой чемодан, если много, несколько килограмм. Пятьдесят до сто килограмм. Сытый. Да. Дорогие друзья. Моя группа. Мы на проплетке. Ленивец. Черепаха. Пингвин. Анаконда. Сме. Теперь я понял, почему с гидом подороже. Ну, гид реально активнее бегемотов. Малыши-бегемоты в отдельном вольере. Это мы уже сами без гида догадались. Сейчас сопля. А тут меньше. Мне кажется, он в камеру выдохнул. Сейчас мы, ребята, на локации жирафов и вот этих лошадей с рогами длинными. И, кажется, перед нами легкий батл. Жирафы где-то далеко. Вон они. И, кроме того, почему-то нет возможности прикупить кормежку. Мы к жирафам с любовью относимся. И вот кого-кого, а их бы покормили. О! Да этот бык рогатый всех тут гоняет. Спасибо, дружище. Нам жирафа тут подогнали. Жирафиху, я бы сказал. Обезьянки гуляют прям по территории. Вместе с длинноногими птицами. Назовем их так, потому что я так и не понял, цапли или журавли это. Как их назвать? Полосатые олени? Пусть будут полосатые олени. Пойдемте со мной в Африку. Здесь животные, которые обитают в африканской саванне. Жирафы, бизоны, обезьяны. Мне кажется, это одна из лучших вообще локаций. Жирафы большие, сытые, красивые, упитанные. Здесь же белые львы, наверное, да? Или тигры. Львы. Посмотрите, какой красивый красавец. Красавчик. Здесь же страусы и на все оставшиеся просто обезьянками заполнили пустоту. Очень много обезьянок, маленьких макак. Сейчас мы приближаемся в носорожную комнату. В носорожную локацию и вот этими толстыми перилами отделена та часть, которая отделяет носорогов от людей. Мы давно уже подметили, что фламинго издают звук, который вообще с их внешностью никак не ассоциируется. Звук гуся из розовой птички. Огромный плюс того, что мы сами пешком проходим по зоопарку в том, что, например, только что здесь была толпа туристов из Китая и теперь вообще никого. И мы одни собственноручно подходим к красивым, большим, величественным гиппопотамам, да? Ой, это кто? Носороги. Носорог с задней стороны и носорог сбоку. Когда мы здесь были в формате экскурсии с гидом, мы даже вот в эти места не спускались. То есть мы шли туда, куда нас везли. И мы направляемся в лемур дом. Лемур холм. О, смотрите, мартышки. Мы сходили вот в этот домик, думали, это он. Но это не он. А, на этом плоту вот эти три парня возят к лемурам нас, туристов. Ну, собственно, вот лемуры, полосатые хвосты. Вновь зебры, но уже с более хорошего ракурса. Не то, что они попы к нам, просто они ближе к нам и к вам. Мы походили час и решили перейти вот в эту столовую и поесть. Решили посмотреть еду, какая здесь есть. Изучить. По поводу цен на еду, здесь хорошие цены. 80 рублей по тай с едой, с сифудом, с морепродуктами. Тем временем мы перешли из той кафешки в более понятную кафешку. Тут хоть фотографии есть. И по ценам вижу тоже все нормально. Нам надо поднять сахар в крови. Я бы еще поднял уровень чангов. Край муха подслушивал внимательных туристов, которые увидели гнезда аистов. Ну и заодно выяснили, цапли, журавли или аисты это. Звуки здесь завораживающие. Звуки леса, звуки джунглей. И мы ждем наши смузи арбузные и картошку мирохи. Тем временем у двух основательниц этого кафе, сестер, мы заказали куриные наггетсы, заказали кофе холодный, арбузный шейк, картофель фри с соусом. Да, Мирох? Ну и давайте зацепим одну картошину. Калории потратили много, можно и погодить. Тут прям филешка. Чем мне понравились наггетсы, я их, по-моему, вчера попробовал, да, на военном пляже мы ездили. Тем, что здесь реально грудка вот под этой панировкой. Да, панировка калорий больше в 5 раз, чем внутри. И там куриная грудка. Вкусная и сочная. Ну, поскольку у нас пауза на обед, в ленту вам рекламную паузу. 2627.ru, приходите к Маше на обучение. Sankoiz.ru, заказывайте ИИН для Казахстана, карты для Казахстана. Маша нашла то, о чем мечтала, кормление жирафов, и сейчас мы направляемся именно туда. Сочная. 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 Эти ребята похожи на маленьких обезьян, и у них кисточки из ушей торчат. А это желтые обезьяны Одна из них любит полежать В свете фапки Но уже так не лежит Это было забавно Это попугаи Птицы с красным брюхом Здесь попугай с синим брюхом Несколько больших вольеров С птицами Мы уж не будем их заснимать Потому что через сетку мало чего видно Но есть здесь Бабочковая зона Вы посмотрите Какая это коллаборация Сетки, профиля металлического Троссов и деревьев И там Очень много бабочек Если мне память Не изменяет Там то ли руки надо помыть То ли ноги Да Здесь необходимо Помыть лапки И после этого Входим К бабочкам Идите как сделано Я говорил, что тут бабочки Но нет, здесь птички За этим стеклом Куча яиц Ну что я вам говорил Вы и так сами все видите Даже черные есть Мироха пробежал Все по этим лестницам Видел павлинов Красивых птиц А мы направляемся дальше Сейчас увидим Маше на лицо Потому что она уверена Что мы слонов прошли И прошли не туда Радость ребенка бесценна Тигры еще там были Так был же белый тигр Это был лев белый Ребят сверху Опять я забыл Кто это И как будто в фильмах Про динозавров Летают здоровые птицы Над нами Это аватар Аватар, точно Логичный вопрос Который возникает У каждого туриста Видя таких птиц Больших птиц Ну это был ответ А мы идем дальше А эти два огромных вольера С обезьянами И гольфкары И гиды В вагончиках Даже не притормаживают здесь Просто проезжают мимо Мы на самой ароматной Локации Этого зоопарка Со слонами Большие, красивые Волосатые На том слоне Даже красная Ленточка На шее Хорошо Так Полотает Судя по титике Это девочка А там бык Для того Чтобы хотя бы Немного передать Масштабы Этого зоопарка Ну здесь его Конечно Весь не видно Очень большая территория Вон там есть Маленькие Черные пони Есть куча птиц Но мы спускаться туда Не хотим Потому что Надо будет подняться Чтобы пройти сюда Тем временем У нас очередное кафе На нашем пути Конечно мы Остановимся Поднять сахар И есть еще Несколько интересных Локаций С коалами Тиграми И по-моему Муравьед Несколько еще будет Интересных животных Ну и конечно С тодикам Сел уже Поэтому картинка Будет не особо Это плавный Но буду стараться Делать плавный Настроение хорошее Вижу вон там еще Быков Баффало Как тут говорят Тем временем Пополнив свои ресурсы Мы направляемся К котикам По всей видимости Или куалам Стоп Уходим Уходим Да хрен с ним С этим муравьедом Дикобразенки Дикобразики Там малышечки маленькие Они дерутся Ну ты малышки какие Да я купила Мы находимся В аквариуме Здесь есть котики Крокодилы вроде бы как Еще интересно Поглощают Так сказать Джунгли Поглощают здания Здесь же рыбки Рыбки, рыбки Крокодилы О Крокодил Таким крупным планом Крокодилы еще не было У нас На канале Одна из интереснейших локаций Плавающий бегемот С рыбами И с акулой Просто плавают бегемоты Плавают акулы Это выдры Типа наших бобров Мы находимся в австралийской части Зоопарка Као Кео Здесь будут кенгуру Диковинные виды птиц И диковинные звуки Как вы поняли Здесь рыба Здесь птицы И еще один вход Время Час дня И у кенгуру Сытый Довольный сон Видимо Лежат в теньке И не двигаются Как нарисованные Здесь коала Вон там можно разглядеть Бубенцы И немножко мордаху Конечно страусы Вот это спасибо тебе Удружил Не слышал я Чтоб страусы Такой звук издавали Во всяком случае В Турции Не было такого Да ребят Вот там как раз Обезьянка напала На ребят Увидела бутерброды На Мироху Тоже планировала Откинули мы Водичку нашу желейную Так что все яркое Убирайте Все что похоже на еду Убирайте Вот в этой части Какие-то они Зверские Обезьяны Мы вот в кафешке Таким были Да Под конец экскурсии Обезьянки Подизмотали Нашу нервную систему То тут подпрыгнут То там подпрыгнут То тут зарычат А скал покажет Ой Да И при том Все мы Мы теперь уже Мироха Знаем что Нельзя им показывать зубы Знаем что Не надо Всякие Мелочевку Показывать им Ну вот видите Даже на газировку Реагируют На бутерброды И конечно Это лучше Сразу откидывать Ребята Это медведь кошка Если я найду фотографию Покажу Как он у меня на голове сидел И вонял Да Я после него вонял Вон их как здесь много Посмотрите какой у него взгляд Обнюхивает Медведь кошка Это не то что Это прям Медведь кошка называется Это в переводе Получается медведь кошка А как там на самом деле Индиан какой-то был Индийский Кто-то там был Индийский Кто-то там Не знаю Видно Не видно Большое количество Косуль Просто Их как горсть Сюда высыпали Маша говорит Не косули Ну после того Как мы Видели Уже Половину Зверья Мира Это будет просто косули Большое озеро С большими птицами Если видно Вон там Белые черные пятна Это птицы Все те же Цапли Страусы Или журавли Тем временем У Мирохи Как всегда Внимание на высоте Нашел кожу Змеи Довольно таки Немаленькая Стало быть Мирох там где-то рядом Змея Да Уж не знаю Куда мы зашли Но здесь Прямо на кучах Земли Большие птицы Не нашли мы Тигровую Ферму Да Ну там она была Ну уже Нет сил Берите баги Да Потрясающая территория В потрясающих условиях Животные содержатся Видно что им здесь комфортно Им тут классно Они вольготно себя чувствуют А мы же себя в ответ чувствуем здесь гостями Наверное как и должно быть в лесу Спасибо друзья что досмотрели до конца В описании есть ссылки на нашу работу Есть ссылки на машинообучение 2627.ru Есть сайт по оформлению ИИН Есть емейл по оформлению ИИН Казахстана И карт банковских Казахстана Обращайтесь Пишите на сайт И пишите Ивану А174АА Хорошего вам настроения Побольше вам классных впечатлений Приключений И мы пойдем заряжать все в наши батарейки Пока 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 Пока